На всякий случай вдруг там трещина будет. Хоть будут доказательства какие-то. Давай открывай. Книжка, все дела. Сейчас снимай книжку. Китайская книжка. Снимай, сейчас надо будет перевернуть. Ножки, наверное. Ее можно вытащить, я думаю. Обычно переворачивают, это вверх или низ, это вверх, а тогда надо придумать. Теперь на пластике. Розетка, все дела. Розетка китайская. Переходник надо будет. Теперь у тебя еще одна. Так, задняя стенка, здесь подвод для воды. А, вот здесь уцелив идет снизу, втыкается. Он там уголком должен быть шланг, где уцелив мы им уже внутри. 900 ватт потребляет. На 4 комплекта 220 вольт. Вилка китайская. Переходник у меня есть, в принципе. Так, есть какие-то QR-код приклеены для приложений. У нее тоже. На китайском. Здесь всего 4 кнопки, в принципе. Здесь, наверное, воздух выходит. Справа ничего нет. Тут 5 тарелок поставить. Четыре комплекта. Вот это выдвигается еще. Блин, как ничего, а что такое? Шлакши? Ну да, целевной. Вот это для ножей. Охуенно. Для ложа. С ложками. Да. Какая-то непонятная. Он там заливается. Иначе, помните, снимается. Ну, автоматически понятно. Мыть. А это что за шлепа? А это сливная? Это сливная вот сюда заливать этот порошок. Засыпать. Вон туда. Вон туда. Мне, кстати, порошок должен скоро прийти. Я специально купил. Из-за шляпы. Здесь вот вода будет брызгать вверх. Она крутит. Типа снизу вверх бьет. Ну, вода под напором будет. Там же бокал вниз надо стоять. Не понял. И тарелки там. Так, решил пока подключить через кран. Лень пока все это устраивать вовнутрь. Для тестов можно пока так сделать. Вот. Снимается сначала вот эта часть с фильтром. Здесь, кстати, очень много камней попалось. Очень страшно. Вода текет. Даже не представлял, что настолько грязная. Вот. Потом идут эти переходники. Есть вот такие наружные. С боку М. М22. М20. Это маленькие. Здесь вот М24 подошло. Есть еще вот такие с внутренней резьбой. Это, видимо, какие-то другие. Может, европейские стандарты или китайские, наоборот. Потом есть вот такой переключатель. В этом положении вода текет только через кран. То есть через шланг. Если его вот так включить, то будет течь еще и как обычный кран. Ну и через шланг тоже, конечно, будет течь. Она просто дополнительно открывает еще сам кран. С таким, конечно, смесителем это неудобно. Здесь использовать. Здесь надо высокий делать. Есть вариант либо поставить высокий смеситель и оставить так, либо все это устроить как положено. Пока не решил, как-то лучше будет. Буду пока так использовать. Эта штука здесь просто вставляется. По крайней мере, вроде бы. А, вот она, зажимная. Она вниз опускается и освобождается. Вот так. Просто защелкивалась она. Все. Быстрое снятие, быстрая установка. С этой части можно ставить уже подводку туда, к машинке. С этой стороны нестандартный разъем. Именно под этот переходник. Если делать обычную подводку под воду, то нужно будет шланг от стерной машины ставить с двух сторон одинаковую. Вот. Сейчас еще надо подключить нестандартный тоже слив. Присоска присасывается сюда. Ну а также его можно будет, если что, в раковину подключить. У меня гофру. Это вот съемник, как его, в отстойник. И да, в комплекте идет вот такой ключ. Удобно отворачивать как раз вот этот фильтр от воды. Тоже под разный размер. Удобную мойку. Тут несколько режимов. Переключаются вот вторые клавиши и панели сенсорные. На всех примерно плюс-минус два часа. Вот на третьем режиме 28 минут. Это, видимо, быстрая мойка. Но я решил на ней попробовать. Все вроде подключил даже с этим смесителем цивильным более-менее. Но, конечно, лучше повыше кран сделать. Вот. Скачал также приложение. Нужно поставить регион Китай, чтобы нашлась эта посудомоечная. Я так понял, потому что в русском регионе вроде бы не находилось. Вот. Тут все на китайском, но в приложении вроде бы на русском. У меня сейчас посудомоечная тут добавлена. На нее уже какие-то обновления нашлись. Новая версия. Через приложение можно включать и выключать его. Режим также выбирать. Но, по сути, тут шесть режимов. Больше тут выбирать нечем. Ну, еще вот у есть отложенный старт. Включение кнопкой и пауза там типа play. Тут единственно загорелся красный значок. И тут тоже в телефоне. У меня появилась надпись типа заменить опреснитель воды какой-то. Что за опреснитель я так и не понял. Вот. Версия. Сейчас двадцать первая стоит, вышибкая двадцать четвертая. Примерно с таким шумом работает, как стиралка практически. Так что не знаю. Возможно, все-таки вниз туда перетащу, пока здесь будет стоять. Сейчас будем ждать окончания. Поместилось немного посуды, где-то примерно пять тарелок. Обычных плюс две или три с углублением. Там ложки маленькие. Ножи я положил, вилки и ложки большие. Три бокала поместилось только. Вот. Ну, может, Максим там как еще четвертый может засунуть. В общем, для одного человека, в принципе, пойдет. Так вот большим набором больно не помоешь. Ну, как помоется, еще продолжим. Вот пошел первый слив. Через присоску. Вода, кстати, горячий тикет чувствуется. Приложение даже показывает температуру. Но здесь почему-то температуру не видно. На экране телефона видно было температуру. Но я по шлангу уже чувствую, что теплая вода текет. Даже сказал, это горячая. 55 градусов показывает. Начиналось где-то градусов с 20 все это. Постепенно поднялось до 55. В принципе, кипяток. Так, после первой мойки Беглым взглядом можно сказать, что ни хрена не отмылось. Как был грязный, так и осталось. Так чуть-чуть мочилось. Единственно, ножи вроде бы отмылись. Но и то не факт. Короче, так себе. Ложки как были грязные, так и остались. Вот. Вилки с налетами, с ложками тоже. Будем сейчас еще разные режимы. Будем пробовать. Там еще есть пять. Которые по два часа. Посмотрите, чем они отличаются. Вот этот быстрый. Максимум, наверное, ополаскивает. Больше ничего не делает. Посуду здесь немного помещает. Сейчас попробуем еще что-нибудь засунем. И другие режимы использовать будем. И пока впечатления не очень. Вот это фильтр, в котором, видимо, вся грязь будет скапливаться. Надо ее периодически чистить. Она в правой части находится. Просто вставляется. А, поворачивается еще. Вот в этих штучках крутится. Вода вверх бьет. Вот здесь вот чистящие средства. Вода я один порошочек засыпал, который в комплекте шел. Десятиграммовый. Возможно, это есть как раз опреснитель воды. На пыде это должен быть чистящий порошок. В общем, пока я так и не помню, какой опреснитель. Вода он просит. Может, какой-то у него здесь датчик стоит. И он показывает, что плохая вода. Фиг знает. В общем, будем дальше пока разбираться. Одну мойку, я так понял, она называлась. Со стаканом glassware. Типа, наверное, какие-то стаканы. Может, хрусталь мыть. В этом режиме, конечно же, тоже током не отмылось. Но что-то отмылось, но очень мало. Будем остальные пробовать. Здесь получается quick. Я пробовал быстрый, 28 минут. Вот этот glassware сейчас пробовал. Тут еще есть, например, стандарт. Это, наверное, первый. Есть интенсив. Вот этот, наверное, самый мощный. Есть eco. А вот сверху пишет 75 градусов. Видимо, здесь поменьше температуры. Нет, хотя в интенсиве тоже 75. А вот в быстром 55. Вот в этом тоже было 60, немного. Короче, во всех 75, кроме быстрого и вот glassware, который я пробовал. Так, продолжим обзор посудомойки. В общем, выяснило несколько нюансов. Во-первых, это то, что я все это время сыпал чистящий порошок не туда, куда нужно. Вот это отверстие, которое слева, оно оказывается не под порошок, а под соль. Который как раз... У меня машинка запрашивает постоянно красной ошибкой справа. Вот эта соль. Она, типа, смягчает воду, чтобы накипи не было на нагревателях и так далее. Вот она туда полностью засыпается. И, как вот в стиральной машинке, в принципе, тоже засыпает. Фильтр перед машинкой ставится. Такая гранулированная. Просто она разной толщины бывает. Это, наверное, более мелкая. Вот. А сам порошок, он просто, типа, на пол этой машинки. То есть вот обычно я смотрю вот влево, в угол куда-то насыпают ее и все. Либо можно таблетку положить, если у вас есть таблетка. Это я купил еще таблетки помимо порошка. Типа просто положил туда на поверхность и все. Эта таблетка вот какая-то тройная. Тут и загрязнение, и жир, и блеск для посуды. Сначала я купил такой порошок, который засыпал мне соль. То есть, в общем, короче, вместо соли я сыпал этот порошок. Теперь вон там я крышечку открыл. То, что ложкой смог выскрипся, вытащил. У меня целая банка уже набралась. Я туда много сыпал почти с горочкой. Или плюс он еще. Теперь намок. Сейчас еще затвердеть, то вообще будет жесть. То, что не выскрипал, я просто крышку оставил открыто, чтобы вода туда попадала. Теперь он со временем оттуда вымоется, надеюсь. Но теперь эту соль не могу насыпать, пока весь этот порошок не уйдет. В общем, как-то это... Можно, конечно, при желании той соль сверху прямо насыпать и закрыть. Тогда он еще дольше оттуда будет вымываться. Вот. Потом, короче, я после этого пошел за соль и решил за одну францкапсулу купить. Вот такие есть. Типа обычные. А есть еще вот такие тройные. Сразу с несколькими штуками. Ну, там три штуки, но соли в них нет. Соль все равно отдельно засыпается. Вот. В общем, так. Буду еще тестировать. Если что-то интересное будет, запишу. В момент вот с ошибкой пока не решился. Пока соль я туда еще не засыпал. Попробовал все режимы. Вот. Стандарт и интенсивный. Я так полностью считаю это самый мощный. 28 минут это быстрое. Есть еще паром. Типа дезинфекция. Она тоже долгая. Не знаю, как она моет, но дезинфицирует типа посуду. Есть экологичная. Видимо, мало воды потребляет и мало. Может температуру поднимает. Не знаю. В общем, какая-то эко. Вот. В общем, самый оптимальный вариант это быстрое. Либо стандарт и интенсив. А уж паром обдавать ей экологичную. Так. На любителя. В общем, буду тестить еще. Может, что-то интересное. Сейчас попадется. Да запишу. Потому что инструкция на нее. Сложно найти. Сипы. В основном на форумах каких-то на видео. Вот нашел в одном месте. Мужичок снимал итальянеца. Там я понял, что порошок я не туда сыплю. Поэтому все это время я просто обычной водой, получается, его мыл. Даже не порошку. Может, какая-то часть, конечно, порошка попадала. Но я думаю, что отсюда просто вода проходит через вот эти отверстия. Вряд ли туда как-то чистящее средство еще проникает. Оно, скорее всего, где-то там забивается в каком-нибудь фильтре. Мне тут надо все это вытащить. Еще здесь сверху есть. Да, по-моему, там еще сверху есть омыватель. Именно, наверное, для этих приборов столовых. Снизу большой, а сверху еще маленький такой крутец. Его не видно вот из-за этой панели. Вот. Такие дела. Прямо пока на паузу. Может быть, еще запишу. Да, и по тарелкам забыл помыть. Вроде бы отмылось более-менее получше, чем просто водой. Но вот в задних частях тарелок, где, например, жир уже старый, засохший, он все равно не отмывается. Но здесь можно, конечно, вот обычной щеточкой металлической протереть. А так еще бокал хочу попробовать. Возьмет он тут накипь. Типа чая. Теперь ее не возьмет.